привет ребята сегодня с вами снова я роман канал про рыбалка пока зима записываю видосики короче сегодня поговорим про длину спиннинга очень много вопросов вызвало моего видео ну всякие мои видео по длине спинга пишут ребята почему ты ловишь такими длинными в лодке с чего ты взял что твичить нужно короткими спиннингами а вот там кто-то говорит а вот мы а вот я расскажу смотрите сегодняшнее видео будет про длину спинга расскажу про длину спиннинга для джига для твичинга ну как обычно универсальная палочка к длины должна быть ну и захвачу там всякие маленькие ультралайты light еще такое головлики окуньки смотрите многие блогеры многие люди делятся своим мнением по длине спиннинга учитывая особенности своего водоема они ловят все время на одном водоеме с какими-то своими условиями и у них складывается картина что все у всех должно быть так то же самое касается и ваблеров и джиговых удилищ у кого-то кто-то ловит с лодки под ногами всю жизнь у себя кто-то ловит на с берега очень близко вот у людей есть специфические личностные с ну личные особенности то есть различная длина рук рост разный у них поэтому у них могут быть какие-то свои складываться картины я же расскажу вам ребята как это в среднем все происходит потому как я ловлю на многих водоемах езжу по стране всякие вот я дон почти весь ладони почти ну до цемлянского до хранилища весь дон волга волгоград самара был вот нижний новгород наками был астрахань конечно тоже то есть езжу ну и не беру уже местные всякие там кучу водоемов езжу абсолютно по разным локациям по разным условиям и вот учитывая мнение многих спортсменов многих опытных спиннингистов потому что я читаю отчеты разных людей общаюсь со спортсменами на соревнованиях как вы знаете спортсмены всегда используют какие-то передовые технологии передовые тенденции все такое поэтому то что я рассказываю вам это современные тенденции и реальные спиннинговой рыбалки как говорится итак но у меня поняли начнем на джига потому что очень многие спрашивают рома почему ты в лодке ловишь длинными спиннингами смотрите ребята объясняю принято считать что спиннинг в лодке должен быть в районе 240 берег 270 плюс я же выбираю что-то нечто среднее у меня есть и 240 спиннинги для длиной джига вы но основные мои спиннинги в районе 250 260 вот такие вот почему я не ловлю каратышами всякими потому что вам объясню смотрите условия разные да если бы я ловил каком-то определенном водоеме и знал что мне нужно все время кинуть найти кустик там или коряжку и под нее кидать туда я бы выбрал наверное каратыш какой-нибудь там 230 и спокойно им конечно в лодке каратышом удобнее ловить и спокойно было вил этой палочкой он так как я езжу по разным водоем условия разные где-то дальний свал его нужно облавливать длинная локация тоже не будешь постоянно перемещаться сбиваться с точки стая может перемещаться тебе нужно облавливать то есть видишь перемещение поклевок идет тебе нужно все время облавливать обладать удаляться удаляться естественно длинным спингом это делать удобней еще такая история постоянно случается вот на дону смотрите судовой ход той на волге такое было судовой ход а . на судовом ходу на сном ходу вы знаете стоять нельзя а докинуть туда нужно вот а длинный пинг имеет перед коротким большое преимущество ну как большое сейчас все современные спинги очень хорошо кидают действительно то есть разница невелика но все же есть ну и подсечка считается что подсечка длинным спиннингом более мощная за счет длины быстрее выбирается плетенка быстрее осуществляется подсечка я сильная разница скоротышом не вижу потому что я секунд полтора оборота там очень мощно подсекаю но тем кто кого подсечки такие не мощные тем длинный спин будет предпочтительней дал длинного спиннинга в лодке есть определенные минусы в том что ну немного конечно но это некомфортно длинным спиннгом потому что мешаете когда несколько человек когда один никто не мешает когда диска человек лодки длинными спиннгами конечно ловить не так удобно и неудобно вываживать рыбу к ты сам ее берешь подсаком ну как бы я приспособился вот на берегу конечно длинный спиннинг однозначно выигрывает у короткого поджигу что касается ловли ваблерами для ловли ваблерами мое мнение что нужно выбирать коротенький спиннинг кто-то там писал что твичить нужно трехметровым но я не знаю это какая-то личная особенность человека конечно бывает людям нравится у меня есть товарищи которые предпочитают спинги больше трех метров на все на все случаи жизни но смотрите ловить ваблерами лучше коротким спинном почему коротким спиннингом вам удобнее анимировать приманку да вы так далеко не кинете но там в основном ваблера с всякими системами дальних забросов сейчас то есть они хорошо летят а работать с вабли ручкам анимировать его контролировать работу ваблера его анимацию коротким спиннгом намного удобнее чем длинным вы можете лает различные виды проводок это когда в джиге вы там у вас проводочки такие так да так ваблерами вам надо так надо так так то есть вы можете и коротким спиннгом попадаете точнее коротким спиннгом броски точнее то есть когда вам нужно под кустик какой-то окошко попасть там короткий спинку конечно делать это удобнее ну естественно как я сказал удобнее анимировать но еще большая особенность между джиговыми спинками и твичинга вами это вот длина рукояти у твичинга вон она должна быть короткая чтобы она не мешала вам проходить над локтем под локтем не упиралась в бок при анимации воблеров она джига вам спинке вам нужно чтобы была ручка подлиннее зачастую кинуть подальше особенно это важно для береговой рыбалки вот что касается то есть а по длине я выбираю лично для ловли воблерами это спинке от 2 до максимум 230 вот совсем коротышами мне тоже не нравится ловить опробовал но и очень длинными там уже неудобно это делать вот что касается универсальных удилищ естественно это да и универсальная длина то есть мое мнение что универсальный спиннинг ну многим же не нужно иметь кучу спиннингов когда вы хотите имеет один спиннинг на все случаи жизни вам нужно взять и по длине средний то есть у него должна быть не очень длинная рукоятка то есть в пределе локтя то есть вы чтобы вам удобно было взять и чтобы при работе воблерами не упирался в бок вам ручка не упиралась и длина спиннинга должна быть в районе 240 такое мнение вот не сильно длиннее но и не короче но хотя длинными спиннингами тричить можно тоже если он жесткий но и строй должен быть конечно тогда уже спиннинга фастовый или медиум для того чтобы вам удобно было и работать и воблерами и джигом вот что касается универсальных спиннингов то есть это средняя длина ручки и средняя длина спиннинга в районе 240 что касается всяких ультралайтовых лайтовых вещей ультралайтовых для ловли окуня головля маленьким воблерами маленьким приманками смотрите тут у меня такая особенность вот если я иду ловить по всяким речушкам заросшим конечно там коротыш предпочительнее вот у меня метр девяносто спиннинг есть короткий вот им классно там между веточек можешь спокойно пройти покидать на маленькой речечки там спокойно я этим это справляешься с лодки ну всякие у меня для этих дел вот 230 длина спиннинга то есть вот такая примерно метр девяносто тире 230 вот что касается лайта ультралайта это то что лично предпочитаю я итак подытожим ребята джиговый спиннинг это должен быть 240 270 современных реалиях твичинговый спиннинг 2 метра тире 230 длина и ультралайт уже зависимости там от условий ловили от теста вы выбираете ну в районе метр девяносто наверное даже и до 230 может плюс-минус 10 сантиметров как я сказал это все значения средние ребята конечно зависимости от условий ловли водоемов ваших индивидуальных особенностей роста длины рук все это может варьироваться у кого-то может быть привычка сильно вызвано какая-то и ему удобнее ловить какими-то другими спиннингами это все нормально все имеет место быть короче вы меня поменяли в обязательно в видео под видео комментарий напишите какими вы ловите спиннингами там джигом воблерами или одним на все случаи жизни мне будет интересно почитать для себя узнать и напишите если можно модель спиннинга тоже чтобы я понимал но обязательно длина тест ну и модель если вам не сложно мне будет интересно почитать будут вопросы задавайте чем смогу помогу прокомментирую вот собственно вот такое видео небольшое не забывайте подписываться ставить лайки там не нравится ставьте дизлайки ну и все такое все всем хорошей воды пока пока